Я стою на острове Тинозо, это значит в Токио, рукотворный остров, у японцев вообще ничего святого нет, им даже вот если боженька нарисовал, что здесь гладь водяна, им это совершенно поко, они взяли и значит насыпной остров здесь сделали, и соответственно на этом острове построили галереи, арт-объекты и прочие красивые вещи. В частности, здесь раз в полгода проходит выставка граффити, и вот у меня за спиной огромный мурал, его постоянно меняют, до этого здесь значит был какой-то сумоист, потом еще герой компьютерной игры, и сейчас вот это вот удивительно, и кто это? Я не знаю кто это и на чем это играет, но это красиво. Семисон, трехструнный щипковый музыкальный инструмент с безладовым грифом и небольшим корпусом, общей длиной около ста сантиметров. И это никому не мешает, все ходят только восхищаются и радуются, а вот в городе Калуга это всем мешает, причем если вы сейчас ожидаете рассказа про чиновников, то его не будет, будет рассказ про простых людей, про наших с вами добрых вообще соседей, знакомых и случайных прохожих. Значит, в городе Калуга, как вы знаете, работал Циолковский, закончил он там работать в 1935 году, и вот спустя почти сто лет о Калуге мало кто вообще что-то знал. Я не знаю, может быть вы что-то слышали в новостях про Калугу? Я не слышал нихуя. И значит, недавняя новость промелькнула и опять нанесла этот город практически на карту современности. Значит, на въезде в Калугу большой тоже мурал, можно сказать, портрет Гагарина. И значит, власти города объявили конкурс на то, чтобы сделать его более современным, сделать какую-то там красивую картинку на этом месте. И выиграл конкурс девушку, которую зовут Виктория Вейсбрут. Она, значит, художница, вот вы можете посмотреть, какую работу она предложила. И насколько я понимаю, кто там принимает решение, городская мэрия или комитет по культуре, они это все одобрили и сказали, вот такой Гагарин теперь будет там висеть. И дальше начался, значит, простые люди начали писать ей комментарии, ты, сука, прозападная тварь, да убери руки от нашего Юры и так далее и тому подобное. В общем, в итоге комиссия городская сказала, да, вы знаете, он очень у нас это как-то все-таки вызывающе, не всем жителям это нравится, мы не будем этот мурал делать. И Виктория написала в Фейсбуке, ну вот моя, значит, работу сняли с конкурса, там будет что-то другое. И, значит, жители пришли в Фейсбук и сказали, правильно, потому что ты дура прозападная, вообще это, значит, режет глаза, вот такая картинка и так далее и тому подобное. Отдельный комментарий меня потряс, значит, Надежда Максимовская некая написала Виктория. Виктория, вы не должны обижаться ни на власть, ни на калужан. Будем объективны, это плохая работа. Будем объективны, блядь, это плохая работа. Вообще, будем объективны, нельзя говорить, когда речь идет о каком-то арт-объекте, потому что это всегда субъективно, а не объективно. Значит, это плохая работа, в том числе, по мнению художников-монументалистов. Дальше Надежде задаст вопрос Виктория, а когда художники-монументалисты что-то делали в Калуге? Ну, ответ никогда, потому что в Калуге никогда ничего не делали, уже сто лет практически, как я вам сказал. Значит, нашего всенародного любимца Гагарина, умоляю, больше не трогайте, пишите все, что хотите для себя, но свое имя вы сильно подмочили. Вик, я вам хочу так сказать, вы, конечно, сами понимаете, что вы свое имя никак не подмочили, и вот там дальше будут комментарии, что большинство не может ошибаться, раз большинству не нужно этот ваш мурал, значит, с красивым Гагарином, сделанным в духе авангардизма, то, значит, и вообще он никому не нужен. Поверьте мне, вообще большинству не нужно нихуя. Большинству нужно, чтобы вот, значит, тишь да гладь, божья благодать, и если бы была воля большинства, не было бы ни пенициллина, ни медицины, не было бы ничего, просто больных бы лечили продеванием сквозь потный хомут, как написано, кажется, у Некрасова, и вообще происходило бы все в Средневековье, и многие, кстати, вообще с кайфом бы там жили. Но все, что делает большинство, вот оно там снимало мои книги с полок, оно запрещало художников, оно делает только по одному, оно очень сыт перемен, потому что, ну, как бы перемены же, они могут так все сделать, что вообще большинство никому не нужно окажется. Поэтому вы никого не слушайте, и, пожалуйста, продолжайте творить. Ну, а Калугу я поздравляю, потому что, ну, как бы не было ничего красивого и не будет. Я надеюсь, что Виктория съебет из этого чудесного города и будет творить в Москве или в каком-то другом, не менее, уважаемом городе мира или Святой Руси. Вот так. Главная новость прошедшей недели, несомненно, травля талантливого российского рэп-исполнителя ртом Егора Крида. Затравил его, значит, Роскомнадзор, а даже конкретно не Роскомнадзор, а Национальный совет социальной информации. Вот как эта организация называется. Значит, этот Национальный совет выпустил отчет, в котором исследуется творчество Егора Крида. И там, в частности, он называется типичным представителем движения New Age, ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма. Дальше доказано, что бранное слово вызывает мутагенный эффект. Но это мы с вами еще в предыдущем выпуске выяснили. От этого бранного слова рвутся просто хромосомы и все прочее. Значит, что еще, по мнению этого, значит, Национального совета творится? Контент концертов Крида формирует фундамент познавательной потребности с упором на негатив. Для русскоязычного населения слово Крид ассоциируется с древнерусским словом Кривда. Ну, естественно, у нас же полстраны на древнерусском говорит до сих пор. И, значит, на афишах слово Крид расположено на уровне губ исполнителя, что усиливает его информационную подачу. Вот из такой хуйни целиком и полностью состоит отчет, который несколько дней провисел на сайте Роскомнадзора и после поднявшегося хайпа был снесен. Понятно почему, потому что, ну, как бы, бред этот вывешивать нельзя. Как он вообще там появился, это тоже отдельная история. Есть федеральный закон, который обязывает Роскомнадзор вывешивать всю хуйню, которую присылают аккредитованные при Роскомнадзоре эксперты. И таких экспертов какое-то большое количество. Они там по 100-200 документов в год, значит, присылают. И чиновники Роскомнадзора должны, значит, эти документы публиковать. Здесь можно поставить, в принципе, точку и поржать над ситуацией. Но точку ставить не хотелось. И хотелось как бы поглубже залезть и разобраться с историей Национального совета социальной информации. А когда начинаешь копать, вообще русская хтония, она же такая загадочная вещь. Как в испытании на форте Боярде. Засовываешь руку, да, можешь чебурашку вытащить. Можешь там паучка, можешь какой-нибудь там, например, вибратор вытащить. И каждый раз не знаешь, что. У меня в руках оказался вот весь этот Национальный совет социальной информации. И это совершенно потрясающая организация. Есть сайт. У них nsci.ru. Вы можете зайти и посмотреть, значит, все, что на этом сайте написано. Организация существует с 2007 года. Занимается она очень важными вещами. Она борется за мораль и нравственность на Святой Руси. Как вы, наверное, уже без меня догадались, об этом даже странно говорить, но я тем не менее скажу. Союзники и активные, значит, члены этого Национального совета социальной информации, казаки, православные, попы, ну, как бы весь цвет морально-нравственной элиты России. На сайте вывешены протоколы заседания экспертной комиссии с 11 февраля 2008 года по 27 октября 2012 года. Всего 13 заседаний. Дальше то ли заседания кончились, то ли они просто заебались эту хуйню вывешивать. Значит, с чем боролись эти потрясающие люди? В 12 году они осудили видеофильм, так и написали видеофильм. Папа досвидос. Он, значит, вообще по все семейные ценности оскорбляет, детям неправильные, значит, устои прививает и так далее и тому подобное. Боролись с мороженым, который называется Сан Кремо. Почему? Сан означает святой по латыни, а значит, с помощью этого мороженого идет подмена настоящих православных ценностей на вот эту вот, значит, поддельную католическую херню. Это я сейчас не придумываю, это, значит, у людей написано на сайте. Пивной ресторан Хенде Хох очень оскорбил этих людей, но тут вы без меня понимаете, чем, да, все-таки деды воевали, и как бы Хенде Хох нельзя на вывесках писать. Значит, шоколадка киндер-пингвин совершенно расслевала детей. Почему? Там, значит, было видео, где один пингвиненок отвлекал маму, а второй пингвиненок пиздил шоколадку. И, значит, дети после этого вырастали, вероятно, по мнению участников этого совета, вырастали каким-то ворами в законе. Это некорректно. Показывать детям, что нужно воровать практически у родителей своего же холодильника, ну, в общем, это мягкое время бездарство. Значит, что было дальше? С женским бельем эти люди боролись, но это понятно, что самое страшное, что россиянин может увидеть вообще в своей жизни, это трусы и лифчик, которые размещены на рекламном плакате. Вообще ничего хуже даже быть не может. С баром Джон Сильвер они боролись, пиратские ценности нес этот бар, а как вы знаете, пиратские ценности вообще самые страшные для россиян. И боролись с Риксоной, там была какая-то реклама, это где-то там на уровне 2009 года, где у женщины на подмышке была татуировка свиньи. То ли свинья оскорбила их, то ли женщина, то ли подмышка, то ли все вместе. Я, честно говоря, здесь разбираться не стал. Ну, в общем, вот такие вот очень важные вещи делают эти люди. Стоят буквально на страже Святой Руси, на страже нравственности, на страже скреп. И если не они, то все бы давно, конечно, ебанулось уже, и мы бы просто сгнили и погрязли бы в ужасе. Значит, зовут главный человек, там некий Станислав Дворко. Вот так он выглядит. Ну, как бы здесь уже можно дальше, наверное, не продолжать, да? Если бы я вот сейчас его поставил в начало сюжета, уже бы сказали бы, ну что дальше. Ничего смешнее быть не может. Тем не менее, вот этот человек, значит, занимается тем, что с 2007 примерно года он исследует рекламу, он исследует литературу, он исследует музыку на предмет нравственности, этики и морали. Почему он взял на себя такие обязанности, я не знаю, но тем не менее, он этим занимается. Значит, там еще есть такая Ирина Дворко, то ли это жена его, то ли его сестра, я, честно говоря, не знаю. Она подвязалась, значит, тоже в каких-то подрядах. И ее организация, которая, кажется, Благовесть называется, я дальше, ну, вы сами посмотрите в гугле, она, значит, устраивает конкурс, который называется «Новое пространство». Это, видимо, так, как должна, по мнению Ирины Дворко, быть устроена Святая Русь. Значит, один из роликов, описывающих новое пространство, выложен на Ютьюбе. У Станислава Дворко есть Ютьюб-канал. Там есть ряд видео, в частности, вот про русское пространство. Давайте посмотрим вот это, про новое пространство и сюжет. Я не хочу никого обижать, товарищей, которые у нас нетрадиционной ориентации, но я их прекрасно понимаю, потому что у них внутренний мир нарушен. Да, это болезненный процесс. Вот видите, значит, он сидит вместе с человеком, который зовут Соколов, оба с дефектами речи. Такое ощущение, что они то ли бухи, то ли они бухали вчера, то ли они под какими-то другими веществами. Значит, они обсуждают абсолютную ересь. Мужчина Соколов рассказывает, как он по траве ходит, значит, чтобы с каждой росинкой впитать соль земли, ну и так далее, и тому подобное. Дальше Станислав Дворко, там много роликов, он будет рассказывать про буддизм, про то, как познавать себя. А если вы зайдете к нему на сайт, на ссылке этого национального совета, есть упоминание с сайта Дворко, и там, значит, видно, что он пишет повести, рассказы, спектакли. То есть, он на все руки мастер. Вот, собственно, такой удивительный человек и такие удивительные другие люди стоят на страже морали и нравственности Святой Руси. Самое веселое в этом не то, что как бы, ну, какие-то ебанари и упыри занимаются вещами, которые вообще никого, кроме них, не волнуют. И понятно, что там государство в большинстве случаев на их запросы ничем не отвечает. Но иногда, а именно 10 лет назад был такой спектакль «Монологи Вагины», значит, в Питере его ставили, и были афиши на Невском, «Монологи Вагины». И, значит, вот этот вот совет по нравственности начал бомбардировку документами всех государственных учреждений и афиш переделали. Вот, то есть, когда-то им отвечают. В общем, самое смешное не то, что они занимаются хуйней здесь, а самое смешное в том, что они с 2007 года, то есть 12 лет существуют, значит, кто-то им дает бабки, они сидят в каком-то офисе, они собираются регулярно, они, значит, получают, наверное, какие-то гранты, дотации. У них вот есть проекты, если вы зайдете на их сайт, там, газета «Солнышко», «Святая Русь» фестиваль, там, патриотические песни, патриотические спектакли. То есть, люди заняты делом. Кто все это оплачивает, вообще остается загадкой, и почему. И если это деньги государственные, а я думаю, что все-таки это деньги государственные, у меня вызывает вопрос, ребят, а, ну, слушайте, а может быть, тогда сразу аттестованным, уже дипломерным психом выдавать бабки, чтобы они занимались моралью и нравственностью? Я думаю, что половина института сербского готова предоставить своих пациентов, на них можно регистрировать лавки, и они тоже будут защищать мораль, потому что кроме Крида есть огромное количество рэперов, и их тоже нихуево было бы исследовать. Объявление. Мы сделали подкаст нашей богоспасаемой программы Minife Life и выложили его на iTunes. Вы можете его там качать, слушать в машине, слушать в туалете, слушать за едой. Я знаю, что многие слушают в метро. То есть, я теперь буду с вами всегда. Не обязательно меня смотреть, потому что, может быть, кому-то я кажусь отвратительным уродом, а голос у меня приятный и бархатистый. Вы можете иметь меня в ушах, а не в глазах. Лучшая новость недели, на мой взгляд, и новость, которая могла бы не просто заглавить, но сформировать рубрику под названием «Давно пора». Значит, что произошло? Есть такой совершенно блестящий телеканал «Царьград». И на «Царьграде» есть не менее блестящая программа Константина Малафеева, которая называется «Русская мечта». Константин Малафеев приглашает туда удивительных людей и ведет с ними разговоры о будущем нашей великой страны. И в этот раз пригласил в эфир члена общественной палаты Павла Пожигайла. И Павел Пожигайла во время беседы сказал следующее. Что если бы он стал президентом, то первым делом запретил бы театры. Театр в полном смысле – это замена, подмена литургии, подмена церкви, подмена, собственно, вот этого акта служения в храме. Замена храма. И еще он предложил запретить там же английский язык, потому что, ну, нихуя себе, 6 часов в неделю русские люди какую-то басурманскую брехню эту ебучую учат. Я с Павлом Анатольевичем, во-первых, согласен. Хочу сказать сразу. Значит, но мне кажется, я хочу Павла Анатольевича чуть-чуть покритиковать. Это полумеры все. Потому что, ну, вот запретить театры, я согласен абсолютно, там в основном пидорастии творится, особенно в московских театрах, поэтому их всех надо запретить. Значит, ну, они же вместо церкви все попрутся, например, куда? В интернет. Так, интернет, значит, надо запретить. Кино тоже надо запретить, потому что театр, что кино, это одинаковая хуйня, она все богомерзкое зрелище. Значит, кино тоже запретить. Дальше, Павел Анатольевич, ну, как бы, английский, я с вами согласен, вообще любые другие языки. Ну, то есть, русский человек должен говорить на русском языке. Почему, когда мы с вами приезжаем за границу, например, да, Павел Анатольевич, вы же тоже были за границей, как и я. Вот я сейчас в Японии. Я подхожу к японцу и, например, говорю, как пройти на рапонге? Он там начинает мне что-то куси-муси говорить, вот эту хуйню какую-то свою. Я ему просто, ну, я понимаю, что он не очень меня слышит. Я громче. Как на рапонге-то пройти, а? Он сразу там рапонг, да, да, и начинает. То есть, русский человек, в принципе, говорит на всех языках. Достаточно на русском просто повышать голос, все тебя сразу поймут. Поэтому английский, испанский, итальянский, нахуй не нужны языки. Дальше. Язык запретить, театры запретить, кино запретить, интернет отключить. Я бы все-таки вот тоже, знаете, на этом не останавливался. Потому что надо отключить горячую воду и электричество. Русский человек, он чем хорош? Он все время должен страдать. Только в страданиях он создает великие формы. Он выигрывает войны. Он может, выиграв войну, вернуться в свою страну и опять жить рабом. То есть, ну, это надо пестовать человеку. Потому что это настоящая скрепа. Вот, поэтому я бы здесь, конечно, не останавливался. Тут табличка с Арказмом должна быть, но я ее забыл нахуй в Москве, к сожалению. Давайте зайдем в Википедию и посмотрим, кто же такой Павел Анатольевич Пожигайло. Значит, родился 20 сентября 1963 года в городе Сысерть, Свердловской области. В 1985 году окончил Серпуховское, высшее военное командное училище РВСН. Затем проходил обучение в адъюнктуре в военной части 101-35 ГРУ в Москве. Дальше в Википедии следующая дата, это 2000 год. Вот, видимо, ГРУшники Пашу Пожигайло засекретили. Он стал агентом 008-97, я не знаю. И 15 лет мы ничего о нем не знаем. Он где-то, значит, был завербован. Поскольку у него написано, что основные идеи патриотизм и антиамериканизм, он либо пиндосами, значит, с пиндосами сражался, либо поднимал патриотизм. Но если учитывать, что в диапазоне, в промежутке с 1985 года по 1991 Советский Союз ебнулся и пиндосы выходят в дело, выиграли холодную войну, значит, Пожигайло плохо трудился шпионом ГРУ. Всплывает он в 2000 году и сразу кандидатом на выборы губернатора Ивановской области. Набрал 5% и занял третье место. Дальше он опять пропадает и в Википедии пропадает. Всплывает в 2003 году. Там он уже депутат Государственной Думы Российской Федерации четвертого созыва и был избран по федеральному списку Всероссийской политической партии «Единая Россия». Ну, естественно, не единая же пиндосия какая-то. Он нормальный человек, единая Россия. Значит, в феврале 2005 года был назначен на должность заместителя представителя Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии «Единая Россия». А 16 мая 2006 года у всех россиян, вообще это должна быть красная дата в календаре, значит, назначен он заместителем министра культуры Российской Федерации. Схуяли, вот этот вот ракетчик был замминистра культуры, я не знаю. Видимо, потому что просто в ракетных войсках и культуре заодно учат. Продержался он на этом посту, к сожалению, для культуры недолго, всего два года, и не хватило ему запретить театр, английский язык и прочие прелести. И в 22 февраля 2008 года покинуло это кресло и пересел в кресло председателя попитического совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Ну и дальше он разгулял, скажем, по амбару. В 2009 году он уже член Союза писателей, в 2011 году член Общественной палаты Российской Федерации, а с января 2012 представитель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре и сохранению историко-культурного наследования. А с 2013 года заместитель председателя Общественного совета при Министерстве, извините, культуры Российской Федерации. То есть, в принципе, ничего еще не потеряно. Он может спокойно это запретить. Театры, английский язык, горячую воду и туалеты перенести на улицу. Является инициатором возрождения соучредителем Всероссийского хорового общества и исполнительный директор некоммерческого партнерства Всероссийского хорового общества с 2013 года. Также он президент Регионального общественного фонда изучения наследия Петра Столыпина и награжден медалью, кого бы вы думали? Давайте раз, два, три. Президент Регионального общественного фонда изучения наследия Петра Столыпина. Какой медалью он награжден? Правильно. Медалью имени Столыпина. Сам себя, то есть, он, наверное, наградил. Вот такие люди, я считаю, что эта рубрика давно пора. Павел Анатольевичу я желаю успехов, дело это нелегкое, потому что бесобство и сатанизм надо по всей Святой Руси искоренять. Поэтому я считаю, что надо начинать, не сидеть, сложа руки, ребят, давайте волонтерим, помогаем. Если, может быть, у кого-то из вас есть дети или кто-то сам ребенок, он учен язык английский, надо сразу заканчивать с этой хуйней, вот, не надо. В театр мы больше не ходим, в кино не ходим, только в церковь и говорим везде на русском. С нами Бог. Как известно, все чудеса имеют божественную природу, то есть просто так ни с хуй чудо не происходит. Все обязательно связано с божественным каким-то промыслом или с появлением святого человека. Вот, например, в Ростове произошло настоящее чудо, то есть не успел патриарх Кирилл доехать до Ростова, только объявил о своем визите. Сразу начали происходить в этом городе чудеса, и вот первым из этих чудес начался ремонт улицы Станиславского. Ну, как вы знаете, вообще на Руси такая издревле вообще традиция ремонтировать дороги, дома и прочие социальные объекты только в связи с приездом высокого начальства. То есть так как бы посрать вообще на ямы, на дороги, на трещинах фасадах. Если не приезжает там президент, премьер-министр или вот святейший, никакого ремонта происходить не будет. Ну, собственно, в Ростове начали ремонтировать улицу. И доремонтировались до того, что закатали в асфальт трамвайные рельсы. Дорога, значит, эти рельсы были закатаны, и трамваю было невозможно идти. А что бы вы сделали на месте, например, рабочих, да, которые совершили такую ошибку? Ну, вы, наверное, бы подумали, сказали, блин, надо все переложить и рельсы, значит, очистить, да, и начали бы ломами это все дело разбивать. Не таковы рабочие Ростова. Они не нашли ничего лучше, чем взять трамвай, пустить его, и чтобы он этот, значит, асфальт своей тяжестью сбил. Ну, естественно, трамвай с рельсов нахуй сошел. После этого представители строителей не стали извиняться, как нормальные люди бы сделали, да, не стали какие-то там более умные отмазы лепить, а заявили, что это такой новый прогрессивный метод. Они просто положили асфальт вровень с рельсами, чтобы люди не спотыкались. Ну, то есть люди их волнуют, да. Там 20 последних лет люди спотыкались, и это их не волновало. А перед визитом Патриарха Кирилла это, конечно, сильно взволновало рабочих. В общем, они это все сделали, и в итоге трамвай, значит, сломан. Я не знаю, под списание или нет, но какие-то серьезные там, значит, у него травмы. Рельсы разбили нахуй ломами, и, в общем, все стало, как оно и было. Это о чем новость говорит? Ну, дай дураку стеклянный хуй, он его об голову разобьет. Вот, собственно, единственный мой комментарий. Продолжая шуточки и смехуечки по поводу строителей, хочется перейти за границу Святой Руси и, значит, оказаться в Казахстане. Не только у нас заливают асфальтом рельсы, есть более смешные вещи. Представляете, значит, идет женщина по торговому центру и смотрит по ноги, да, и торговый центр, пол, значит, отделан плиткой, как отделан, значит, плиткой любой торговый центр. Вдруг она приглядывается и видит, что часть, фрагмент плитки представляет из себя фотографию. Она подходит ближе и понимает, что это фотография ее отца, который умер 15 лет назад. Памятник 5 лет назад обновили, сказали, что старый выбросили, а на самом деле старый не выбросили. И дальше начинается самое интересное. Значит, весь пол вот этого вот торгового дома Олем отделан плиткой, которую люди, видимо, спиздили там или как-то там, я не знаю, купили на кладбище. То есть, натурально, вы знаете, вот есть устойчивое выражение, он шел по костям. То есть, вот натурально люди, которые посещают этот торговый центр, ежедневно будут ходить по костям. Соответственно, люди, значит, владельцы торгового центра сказали, что произошла драматическая ошибка. Во время ремонта покрытия все было в пыли и нихуя невозможно было определить, что было сделано все из надгробных плит. Ну, а когда, значит, пыль рассеялась, поле-поле, кто тебя усеял фотографиями мертвых людей? Вот такая новость. Ну, я смеюсь, потому что это реально смешно, как бы, нет никаких пределов в шельмовству, воровству и ебанизму. То есть, человек так устроен, что вообще у него никаких барьеров нет. И мне бы не пришло в голову взять гранитную плитку на кладбище, списанную, и, значит, отделать ей пол в торговом центре. А кому-то пришло. К серьезным новостям. Рубрика называется «Уголок пиарщика». Я, видимо, ее постоянно теперь буду делать, потому что нет-нет, да и приходит мне какая-то удивительная новость. В этот раз постил в Инстаграм, и сразу, значит, мне прилетела реклама конференции про деньги в девелопменте. Конференция называется «Первая моржовая». Ну, люди, вообще, вы когда таргетируете на меня такую рекламу, вы имеете в виду, что я деньги последние лет 10 и инвестирую только в путешествия? Бухло и изредка в 2,8, поэтому как бы я девелопер еще тот и инвестор еще хуже. Что хотелось бы сказать. Дорогие пиарщики, вы когда придумываете слоганы, я понимаю, что вы хотите там как-то ярко зайти, красиво, вы всегда должны понимать, что есть очень четкие ассоциации. Поэтому, когда вы зайдете в гугл и забьете слово «моржовый», вы знаете, что вам вылетит? Вам вылетит хуй. Есть такое устойчивое выражение «хуй моржовый». Слышь, ты хуй моржовый? Вот у вас конкуренция, конференция, извините, хуев моржового получилась. Молодцы, поздравляю. Это великая новость и великое видео, которое доказывает, что вообще на Святой Руси живут самые стойкие люди, в особенности женщины. Вообще, русские женщины – это совершенно потрясающие создания. Значит, что произошло? В Воркуте парень нагрянул в магазин с пистолетом, но налет как-то пошел не очень. Посмотрите, да, вот он ходит с пистолетом и требует деньги. Одна девушка, значит, расставляет товар на полках, другая на кассе копается в компьютере. То есть, натурально, я представляю, как это происходило. Давайте ей кассу. Да, отебись-то, я дошек расставляю. Расставляет доширак на полке. Он подошел к кассирше. Деньги давай. Она говорит, да подожди, я в контакте сижу. То есть, у людей, у женщины, своя параллельная жизнь. Я не знаю, белье постирать, дети в школе, муж. Ну, они о чем-то думают. Этот мудак, этот спистолет. Слушай, отойди. Ну, как бы, это совершенно потрясающий тарантиновский сюжет. Просто, я даже не знаю, как это видео еще прокомментировать. Но я считаю, что оно великое. Как вы, наверное, слышали, на прошлой неделе прошла такая информация, что из-за долгов первого канала перед телевизионным центром Останкина могут нахуй отключить телевидение. И вот в распоряжении редакции нашего богоугодного канала оказалось видеообращение Михаила Шубина, который он, по-видимому, записал для своих подчиненных, говоря о возможных сокращениях. Значит, он начинает видео с того, что Первый канал не платит денег, и они не могут развиваться. Вот, он рассматривает Останкина как живой организм, как свой собственный организм. И Михаил Шубин вот на шестой минуте этого видео говорит, что когда что-то здесь в телецентре не в порядке, то болит там печенка, болят почки. Ну, Михаил Останкина, печенка болит не только у вас. Вы это без меня знаете. Болит она, собственно, у всех телевизионщиков. Но на самом деле, чем эта ситуация интересна? Это начало сериала. Представляете, завтра нахуй отключают телевидение. Вообще все, нет в стране никакого телевидения больше. Вообще ничего нет. Нет Ларисы Гузеевой, нет Владимира Соловьева, нет Андрея Малахова, нет Ивана Урганта, нет вообще никаких новостей. Бабушки в ужасе, люди в ужасе. Где узнавать, вот что, кто разъяснит мировую повестку? Вот кто, кто вынесет ведро с говном в политическом эфире? Никто. Люди как бесхозные, как слепые котята будут вообще толкаться в этой жизни, не понимая, что с ними происходит. Это плохая сторона медали. А хорошая сторона медали состоит в том, что все эти потрясающие люди, которых я упомянул, они же придут к вам, к нам, к нам, ко всем сюда на YouTube и будут, может быть, без купюр. Ну, как прекрасно, да? Вы же вот кто смотрит телевизор. Нет, нет, да и да, смотрите шоу Андрея Малахова. Вместо того, чтобы там, вот они в эфире говорят, там она падшая женщина или проститутка. Хочется сказать, она блядь. И вот здесь у вас будет... То есть абсолютно будет телевидение без купюр. Я считаю, что это хорошая новость. И не надо первому каналу все-таки платить. Пусть отключат телевидение, потому что мы, наконец, посмотрим телевидение без купюр, без цензуры, как мы все ждали этого долгие годы. За моей спиной сады Хамарикю. Практически святое для каждого жителя Токио место. Ну, это Япиджу, конечно, не святое. На самом деле, это просто очень красивый парк, окруженный со всех сторон небоскребами. Раньше он принадлежал могущественному клану Токугавы. И здесь товарищи просто охотились на уток и прочих пернатых. А сейчас это с 46-го года общественный парк. Фот, кстати, платный, чем меня изумило, потому что денег у меня на наличных не было, карты никто не принимал. И, соответственно, мы еще километров пять вокруг парка бегали в поисках банкомата, что в Японии, в общем, тоже странно все устроено, потому что банкоматы не в каждой стене, что называется, торчат. В основном они находятся в супермаркетах или в каких-то торговых центрах. К разговору о пернатых. Значит, на прошлой неделе случилась история с российскими орнитологами. Они изучают, значит, миграцию орлов и привязывают птицам, значит, датчики, когда орлы улетают со Святой Руси. Датчики присылают смс, значит, где орел находится, и, соответственно, орнитологи там ведут свои заметки. И вот, значит, случилась такая орлица Мин, она, значит, улетела со Святой Руси в Казахстан, и орнитологи, значит, ждали-ждали, везти от нее никаких не было. А потом орлица решила не возвращаться на Святую Русь, а ебанула прямиком в Иран, откуда сразу начала слать пачками смс, и моментально орнитологов разорило. Орнитологи запустили акцию, значит, скинь орлу на мобилку. Вот, жители Святой Руси, я не знаю, чем они помогли, честно говоря, я не посмотрел, много ли денег скинули. Вот, но сразу два сотовых оператора пообещали орнитологам помочь. Мегафон объявил о том, что он закроет, значит, все долги орлицы, а Теледва сказали, что готовы предоставить всем птицам бесплатный интернет, чтобы птицы свободно летали и не думали о международном роуминге. Ну, о чем эта новость говорит? О том, что на Святой Руси, конечно, выгоднее быть птицей, а не человеком, потому что все сразу готовы отдать тебе бабло, дать тебе бесплатный роуминг, закрыть свои долги, то есть, в принципе, и, наверное, ипотеку могут закрыть, если ты орел. Поэтому, ребят, перековывайтесь. Самое время стать орлом даже тот, кто не орел, а последний петух. Удивительная и вместе с тем потрясающая новость про чудеса пришла к нам из Питера. Как видите, чудеса на этой неделе просто на Святой Руси. Стоило мне только покинуть границу Святой Руси, и стали, блядь, случаться чудеса. Ну, это... Я просто даже не хочу шутить на эту тему. Значит, объявление появилось в одном из подъездов Санкт-Петербургского дома. Дорогие соседи, жильцы дома 4, корпус 1. Каждый из нас вот уже несколько лет пытается бороться с проблемой, мешающей нам жить спокойно, имя которой тараканы. С этими созданиями уже не справляются все современные ловушки и дихлофосы. От одной квартиры мы гоняем их к другой, но они не собираются покидать наш дом. Просто человеческими усилиями мы не сможем избавиться от них. Нам нужна помощь единственной силы, способной прогнать. Помощь Господа, Творца и Создателя всяческих. Приглашаем всех жильцов данного дома, имеющих в сердцах своих сколь угодно малую веру в то, что нам поможет только Бог, и если призываем на помощь имя Его Святое, собраться все вместе на внимание. Малый крестный ход вокруг нашего дома. Мы вместе помолимся святому мученику Трифону, Пресвятой Богородице, и самому Господу о помощи в избавлении от данной напасти. Встречаемся в сквере напротив 4-й парадной 19 октября. И действительно, вы знаете, молебен прошел. Вот, и молились ли они святому Трифону или святому Дихлофосу, я, честно говоря, не знаю. И хотелось бы понять судьбу тараканов. Я думаю, что русский бог, который счастливо избавлял нашу страну от бед, от фашизма, от сатанизма, от пидорости, от тараканов-то отдельный подъезд управит в 15 секунд. С другой стороны, Господь, он же как бы окормляет наше Отечество на великие дела. И как бы вот войну с фашистами он помогает нам выигрывать. А с тараканами, блядь, ну вы сами что ли не можете бороться? Вот я бы на месте его так, например, сказал. Он вышел, Господь, как бы увидел, что вот эти вот странные люди ходят с хоругами. И сказал, вы почему меня беспокоит? А тараканы? Тараканы это не ко мне, это вжек. Ну, например. Но вообще, конечно, удивляет. Ведь мы же с вами вот уже просто за несколько месяцев сколько видели крестный лед против пьянства и разврата в Твери. Значит, молебен за 1 сентября за хорошие оценки. Ну вот, вообще, в принципе, крестный ход это достаточно интересная и, по-моему, становящаяся модная история. Поэтому я всячески поддерживаю, кстати. И вообще я предлагаю по любой истории собирать эти ходы. Потому что нет-нет, да и поможет. Дорогие телезрители, что я вам хочу сказать. Вот вы позлобили. Или, может быть, по недомыслию. Попрекали меня в прошлый раз, что про попов не было ничего. И Господь, Святой Трихфан и Святой Дихлофос из прошлого, значит, сюжета, он услышал ваши молитвы. И, как вы видите, в сегодняшнем выпуске просто что не новость, то попы. Значит, смотрите. Телеканал Спас, досветится имя его, запускает реалити-шоу Остров. Участники должны проходить добровольное послушание в Нила-Столобинской пустыне на острове посреди озера Селегир. Значит, телеканал Спас начинает съемки программы. Создатели проекта позиционируют его как первое реалити-шоу со смыслом. А то, блядь, дом-два, блядь, был бессмысл. Там смысл тоже был охуительный. Его участники, значит, не дом-два, а шоу-остров, должны проходить добровольное послушание, жить среди братьев, печь хлеб, молиться, выполнять работы и задания, как это бывает в русских монастырях. Остров. Здесь только ты и Бог. Проект откровения. Узнай себя и мир монастырской жизни. Говорится в анонсе шоу. Там не будешь денежного приза, драк за девушек или конкурсов на выбывание. Цель проекта для участников найти ответы на вопросы, которые давно беспокоят. То есть, если у кого-то, например, псориаз или там волосы на груди растут или на спине, он, в принципе, с этими вопросами может прийти на телеканал Спас и сказать, ну, и задать их, каждый может попробовать себя, дорогие подписчики Мина и Флайфа. Надо только отправить заявку на участие на сайте телеканала и записать видео с объяснением, почему есть желание трудиться в монастыре. Я, если бы обладал временем, с удовольствием бы записал это видеообращение, вы даже понимаете, каким образом. И я думаю, что хотел сказать, телеграм-канал Спас. Ну, телеканал, конечно, Спас, принял бы мое обращение и я бы стал участником. У меня просто тупо нет времени несколько месяцев там сидеть. Что было бы, наверное, интересно, если бы, вот я представляю, и меня бы туда послали, на это шоу, я бы сказал, я только с Невзоровым пойду. А вот, представляете, мы сидим, я, знаешь, Александр Глебович, и начинается, значит, вот это телешоу. Мы там хлеб печем, вот Глебович, конечно, сквернослой, я ему говорю, Глебович, не надо боженьку посерить, он там, в общем, ужас какой-то, кошмар. Вот, и потом в конце, как бы, ну, как я думаю, съемочный день строится, и потом послушники докладывают, кто там хлеба испек, кто там что сделал, богоугодное, как бы, да. И вот Лобное место, это как называлось, это в богомерском, сатанинском шоу, Доме-2. И, значит, вот всех собирают, значит, да, и все расскажут о своих делах, и я, например, стою и говорю, я с Невзоровым в келье жить не буду, ладно, потому что он ко мне пристает, например. Ну, я так себе как-то представляю шоу. Мне кажется, было бы довольно смешно, но я не поеду, а Александра Глебовича, я думаю, никто не пригласит, хотя, мне кажется, было бы совершенно изумительно. Минаев и Невзоров на телеканале Спас в шоу «Остров». Блядь, сука, это мечта, конечно, моя. Практически хотел сказать, что выпуск без наркотиков, но не тут-то было. Читатели прислали. В Менделеевске сотрудники исправительной колонии 10 поймали кота. Кот был непростой, а с наркотиками. Вечером 23 октября сотрудники колонии увидели кошку в ошейнике, которая, кошка в ошейнике, пыталась проникнуть, значит, на территорию исправительного учреждения. Ну, сотрудники ВСИН, естественно, сказали, типа, что там, по какой статье сидишь. Вот, кошка не смогла ответить на вопросы. Вот, по уставу, соответственно, была поймана. И в ошейнике нашли вещество растительного происхождения, предположительно, гашиш. То есть, таким образом, кошка с сидельцем доставляла наркотика. Изъятые вещества отправили на экспертизу, и, значит, обнаружили, что это гашиш. Характерно, что это не первый случай ВК-10. В 2010 году, то есть, 9 лет назад, там же поймали кошку в ошейнике, который был герондоз. Да, героин, простите. Наркотик направлялся к хозяину кошки в колонию. Значит, что там, как получилось. Осужденный долгое время приручал местную кошку. Что, у них в камере коты, что ли, разрешены? Ну, неважно. Он, значит, приручал кошку и отправил ее на волю с одним из освободившихся. Подельники несколько дней не кормили животное и выпустили ее возле исправительной колонии с наркотиком в ошейнике. Но тогда несчастную животину убила служебная собака. Ну, вот, натурально просто легавая загрызла котика, который герондосик вел. Ну, что, не употребляйте наркотики. Не будете сидеть. А не будете сидеть, значит, не будете приручать котов, которые вам будут наркотики, на зону доставлять и, соответственно, коты не будут гибнуть, разорванные служебными собаками. Жизнь проста. Дональд Трамп. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Ишенко. Я из России. И вы и я, мы все вместе, два братья. Вы не знаете меня, но я знаю, кто ты, и кто ты, и кто Ф-Лотус. Я хотел вам informать, но не я хотел. Я regretал вам informать, что твоя любимая妻, твоя Ф-Лотус, Участливое заболевание, некоторые мужчины дают пищу вашей любимой женщине, и с этой днём, 14 октября 2019 года, Человек, ты должен знать, что твоя женщина может умерла. Сейчас я живу в Лесозаводске регионе, в Приморске территории. И behind me, какие-то флоры. Посмотрите, мой друг, этот лотус. Знай меня, знай меня очень быстро. Я знаю, кто дает эту лотусу для твоей женщине, и я знаю, как остановить ее болезнь. Из России, с любовью, мой друг, ждем тебя. Значит, что вот этот потрясающий мужчина в кепке с надписью «Россия» сказал на своем хуевом английском? Дональд Трамп, здравствуй. Меня зовут Андрей Ищенко, я из России. И ты, и я, все мы братья. Ты не знаешь, кто я, но я знаю тебя и твою, сука, семью. Я хочу предупредить тебя о том, кто дал яд твоей любимой жене. И с этого дня, 14 октября 2019 года, приятель, ты должен знать, что твоя жена может умереть. Сейчас я нахожусь в Лесозаводске, в Приморском крае. Позади меня какие-то цветы. Посмотри туда, мой друг. Это мертвые лотосы. Найди меня как можно скорее. Я знаю, кто дал твоей жене этот яд, и я знаю, как остановить ее болезнь. Из России с любовью. Мой друг, жду тебя. Сказал Андрей Ищенко. Ну, все бы было смешно, если бы не одно «но». Андрей Ищенко служит депутатом законодательного собрания Приморского края. То есть, вот этот человек, за него люди голосовали. Они его выбирали. То ли он пьяный, то ли он в состоянии наркотического опьянения. Ну, он, может быть, он с какой-то целью несет хуйню. Ну, то есть, может быть, он вообще... Ну, страшно, конечно, обвинять человека в шпионаже. Но, может, это такой новый метод выхода на связь. То есть, ЦРУшники, например, вербуют человека. Так? Ну, так, просто давайте пофантазируем. И они понимают, что все перехватывается, все под контролем ФСБ. Те, значит, нигде не пролезть. И поэтому, как обмануть ФСБ? Ну, очень просто. Надо просто выходить в прямой эфир. Вот пишется текст, который, я не знаю, ну, вот там, мертвые лотосы, это, может быть, какие-нибудь танки или какие-то секретные объекты. Ну, то есть, выходит чувак и на голубом глазу несет хуйню в Ютьюбе. А там сидят люди и расшифровывают. Так, два мертвых лотоса, значит, две военные базы у границы с Китаем они открыли. Я не знаю просто, как это расшифровать. И зрители, собственно, этого видео не знают. Поэтому они пишут уточняющие вопросы. Андрюша, может, скоро? Пора вызывать неотложку. Походу, он заболел. А я за этого торчка вроде голосовал. Что-то на какую-то подставу похоже. И, конечно, потрясающе. Русский человек, он же нигде просто так, он простоты не видит. Он везде понимает, что есть заговор, есть теория заговора. И вот потрясающий комментарий. Ищенко далеко не глупец. Неспроста он это обращение записал. Думаю, он что-то действительно знает. Ну, то есть, вот этот вот человек, который явно страдает алкоголизмом, точно знает, что жену Трампа кто-то отравил. Мертвым, сука, лотосом. Вот откуда он это знает. Может, у него связь с космосом какая-то. Непонятно. Ну, в общем, мир полон загадок. Почему у вас салфетки такие жирные? Ему невозможно лицо вытирать. Андрей Сергеевич, не вытирайте лицо в линаде. У нас салфетки есть. Я понял. Спасибо вам большое. Что в заключении хочется сказать? Я начал с брюта, а сейчас пью розовое шампанское. И почему я не просто так пью шампанское на протяжении всего эфира? У меня на канале 100 тысяч подписчиков. У вас 100 тысяч, это очень круто. На протяжении полугода я унижался, умолял, просил вас, подпишитесь, нажмите на колокольчик. Расскажите друзьям, домашним животным. Подпишите детей. И в конце уже даже дети стали писать, Минаев, ты заебал, я подписал своих родителей. Как бы, это очень круто. И я когда представляю 100 тысяч людей, ну, это просто, это дико много. Спасти бы вам, мне это правда было важно. И когда я возвращался, я же не то, чтобы я возвращался, блядь, на YouTube. Но я думал, ну, хотелось бы сделать какой-то формат прикольный. Ну, что делать 136 интервью, когда тут все делают интервью, все со всеми уже поговорили. И тут такой Минаев, здравствуйте, вы знаете, я в 10-м году начинал этот жанр, поэтому я хочу его продолжить. Ну, и как бы, вот я продолжил. Поэтому я сделал этот сатирический формат, и он вам зашел, спасибо вам большое. Вот, я пью шампанское, это, в общем, за вас, а не за себя. Что еще хочется сказать, я неделю провел в Японии. Япония вообще для русского человека смерть, такое ощущение, что приезжаешь из деревни в 21 век, и все тебя унижает. Поезда, которые едут со скоростью 400 км в час, все это море неона. И я запишу отдельный выпуск, и на следующей неделе там дополнительно его выложу. Сейчас мы все смонтируем, все там переозвучим, и надеюсь, какое-то там небольшое, маленькое кинцо получится. Вот, из японских новостей, ну, здесь новостей много, здесь были тайфуны. Вот, тайфуны ко мне не имеют никакого отношения, спиздили бриллиант за полтора миллиона долларов в Японии. Тоже ко мне не имеют вроде никакого отношения, а с другой стороны я отель сменил. Вид у меня получше, и как бы шампанское. Вот, шучу, нет, я не воровал бриллианты. В общем, что я хочу вам сказать, ну, подписывайтесь, конечно, на мой канал, потому что где 100, там и 200, а где 200, там и, знаете, миллион. Я даже не могу представить, что у меня будет миллион подписчиков. Какой дня, мне кажется. Спасибо вам большое, с вами был Сергей Минаев, увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!